Сегодня приготовим вкусненький сэндвич под названием подкова, в который входит говядинка, ветчинка, немного свежих овощей, чесночные тосты под сырно-пивным соусом. Приветствую вас и приступим. Для начала возьмем грамм 40 сливочного масла. Помешивайте до полного растопления. Обжарим муку в течение 1-2 минуты. Затем добавим молоко или сливки и вымешиваем венчиком до однородного состояния. 1 чайная ложка дижонской горщицы. Соус ворчестер. Натрите кусочек сливочного сыра. Отправляем в сотейник. На медленном огне мешаем до полного растворения. Возьмем любое цомное пиво. Откроем и добавим к соусу грамм 80-100. Острый соус чили. Немного молотого черного перца. И по вкусу соли. Размешайте. Доведите до кипения. Тягучий сырный соус. Накройте крышкой и отставьте на потом. Говяжий фарш. Сформуем красивую котлетку. Сольки по вкусу. Прованские травы. С обратной стороны. Налейте масло. Запечатайте хорошенько мясо на горячей сковородке. Для того, чтобы соки остались внутри. Пока говядинка обжаривается, подготовим чесночное масло для тостиков. Деревенский хлебушек понадобится два мягких и хрустящих ломтика. Смажем с одной стороны чесночным маслом. Выглядит очень аппетитно. Обжарим рядом с бифом. Тонко нарезанные слайсы ветчины смажем обратную сторону тостера. Готовые ломцики хлеба. Добавим ломтик свежего помидора. Хотя в оригинальный не идет. Но я решил придать этому блюду свежести. Сочный жареный биф с ветчиной. И картошечка. Польем сырно-пивным соусом. Он выглядит очень аппетитно. Он горячий, такой тягущий. И с мясом, ветчиной и картофелем сочетаться будет очень круто. Сверху я посыпал копченой паприкой. Вы можете обычной попустим. И рубленой зеленью. Подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить следующие видео. А вам, дорогие подписчики, желаю приятного аппетита. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok